Старая овчарка с трудом вышла на улицу со двора в приоткрытую калитку. Хозяйка не защелкнула замок, поэтому собака носом открыла дверцу. Она подслеповато прищурилась, осматриваясь по сторонам. Хозяйка вот-вот должна была вернуться из магазина. Верная Альма вышла навстречу женщине. В последнее время животное плохо переносило отсутствие людей. Собака постоянно находилась рядом или следовала по дому хвостом за кем-то из хозяев. Однако далеко отходить от двора боялась. Возраст брал свое. Двигаться становилось все тяжелее. Прогулки стали короткими, а иногда животное и вовсе отказывалось выходить на улицу и делало все свои дела в уголке двора. Собака дошла до конца забора и устроилась в его тени. Отсюда было видно всю улицу до поворота, за которым располагался магазин. В обратную сторону Альма даже не смотрела. Что интересного в пустой улице? Но спокойно посидеть ей не дали. Как из-под земли рядом появился молодой и стильный доберман. Он прогуливался без поводка по незнакомой улице. Хозяин медленно брел позади, листая ленту соцсети в телефоне, не особо отслеживая передвижение питомца. Доберман грозно зарычал на Альму, чувствуя ее слабость. Пес оскалился, желая показать свое превосходство. Хозяин животного наконец оторвал взгляды от смартфона, но вместо того, чтобы остановить питомца, только азартно крякнул. «Давай, покажи, кто здесь главный!» — радостно выдал мужчина. Доберман, чувствуя поддержку своего человека, смело пошел вперед. Овчарка заворчала в ответ, считая это нападением на ее территорию. Она понимала, что шансов отбиться у нее мало, но готова была защищать свой дом до последнего вздоха. Овчарка поднялась на лапы, пригнула голову и оскалила клыки. Доберман тут же кинулся вперед. Пес был намного сильнее старой Альмы. Он с легкостью повалил овчарку на землю и впился в ее шею. Однако сжать челюсти не успел. Словно молнией ему на морду с высоты забора прыгнул рыжий кот, метя когтями в глаза. Пес тут же выпустил добычу и поспешно попятился. Но кот явно был настроен на хорошую драку. С шипением и воем кот снова ринулся в атаку. Он, как бешеный, снова и снова бросался на Добермана, вонзал свои острые когти в шею и туловище собаки, раздирал ему шкуру. Пес сначала пытался схватить рыжую молнию зубами, но никак не мог отловить юркого кота. Очень быстро у Добермана появились глубокие царапины на морде, шее и груди. Раны пекли, а воинственная пушистая бестия все продолжала свои нападения. Хозяин животного тут же бросился на выручку питомцу. Человек размахнулся ногой, чтобы пнуть кота, но рыжий вихрь в один момент оказался с другой стороны. Тяжелый ботинок попал по лапе Добермана. Пес попятился и заскулил. Тогда мужчина попытался отловить кота руками, но схватил только воздух, а кот успел исполосовать кожу человека. Доберман еще раз получил по морде, развернулся и кинулся на утек. За ним поспешно последовал его хозяин. Рыжий немного пробежал за псом, но быстро потерял интерес и вернулся к родному двору. На звуки драки из дома выбежал мужчина. Он схватил тяпку, что стояла около порога и готов был защищать свою собаку от любой напасти. Водоспевший хозяин увидел только окончание драки. Он проводил взглядом убегавших чужаков. Сначала хотел последовать за ними, но быстро откинул эту идею. Важнее было убедиться, что с питомцами все в порядке. Кот подбежал к Альме, ласково замурчал и принялся тереться о ее лапы. Он настойчиво поталкивал собаку ко двору. Овчарка не сопротивлялась. Хозяин придержал калитку, пропуская животных, а потом щелкнул замком, чтобы ситуация не повторилась. Мужчина внимательно осмотрел питомцев. К счастью, кот подоспел вовремя. Серьезных ран овчарки доберман нанести не успел. Собака была напугана, но в родном доме быстро пришла в себя, растянулась на лежанке посреди кухни и прикрыла глаза. У кота все когти были в крови чужаков. Мужчина побоялся оставлять все как есть. Понес животное в ванную и тщательно помыл ему лапы. Рыжему такая процедура не понравилась. Он низко выл, но кусаться или царапаться не спешил. После того, как хозяин вытер ему лапы полотенцем, животное недовольно отряхнуло конечности. Рыжий гордо поднял голову, побежал на кухню и устроился под боком у Альмы. Кот со стервенением принялся вылизывать влажные лапы, приводя их в порядок. Защитник. Усмехнулся мужчина, потрепав рыжего по голове. Кто бы мог подумать семь лет назад. Хозяин покачал головой, вспоминая давние события. Тогда Альма была в самом расцвете сил. Она и сама могла уложить любого добермана на лопатки. Собака как раз и щенилась, и не отходила от своих недельных малышей. Хозяева выделили мохнатой семье отдельную комнату, чтобы мамочку с малышами ничто не беспокоило. Хозяйка пошила несколько мягких лежанок, а ее супруг сколотил из досок невысокий барьер, чтобы слепые щенята не расползались во все стороны. Альме место понравилось. Она выбегала утром и вечером на несколько минут. Далеко не отходила. Делала свои дела и тут же неслась обратно. К такому распорядку быстро все привыкли, пока не произошло нечто странное. В то утро Альма, как обычно, покормила малышей, а потом вышла на улицу по делам. Но на этот раз почему-то долго не возвращалась. Удивленный хозяин выглянул за двери. Собака стояла у самой ограды, вглядываясь куда-то в сторону леса. Мужчина позвал ее, но Альма даже не пошевелилась. Тогда хозяин повысил голос. Овчарка словно нехотя развернулась в сторону дома. Она постоянно оглядывалась на лес, что показалось мужчине странным. Но долго размышлять над поведением питомецы было некогда. Супруги насыпали Альме корма и поспешили на работу. Вечером, когда они вернулись, собака ждала у порога. Она вела себя очень беспокойно, чем напугала людей. Овчарка постоянно переминалась с лапы на лапу, поскуливала, потерянно оглядывалась по сторонам. Хозяева предположили, что со щенками произошла беда. Они поспешили в комнату с малышами. Все животные мирно посапывали на лежанки. Они как раз недавно наелись и теперь преспокойно пускали слюнки в подушку. Альма даже не пошла к детям. Она продолжала стоять на пороге и проявлять беспокойство. Собака тенью ходила за хозяйкой, как будто что-то хотела сказать. Женщина открыла дверь, предполагая, что овчарка просто хочет по нужде. Но Альма побежала прямо к калитке, встала на задние лапы, а передними оперлась на доски и принялась скулить. «Засиделась, наверное», — предположил хозяин. «Пойдем прогуляемся с ней в лесу». Супруги прихватили поводок и направились к овчарке. Мужчина пытался пристегнуть карабин к ошейнику, но Альма старательно уворачивалась от рук. В это время хозяйка открыла калитку. Собака моментально сорвалась с места, выскочила за забор и помчалась по улице. Люди поспешно припустили за ней. Альму тренировали кинологи. Конечно, она не была натаскана на все виды команд, но основные знала. Камни — это первое, чему ее учили. Однако сейчас команда совершенно не помогала. Сколько бы хозяева не звали собаку, та не реагировала на них. На углу улицы собака свернула к лесу, добежала до первых деревьев и остановилась. Запыхавшиеся хозяева подбежали через пару минут. Мужчина тут же хотел пристегнуть поводок, но жена его остановила. «Смотри, она что-то ищет», — заметила женщина. Альма и вправду озиралась по сторонам. Ноздри трепетали от глубоких вдохов, а уши поворачивались в разные стороны, словно локаторы, улавливая звуки. Внезапно животное припало носом к земле. Овчарка пошла вперед, внимательно внюхиваясь в одной ей видимый след. Супруги удивленно переглянулись. Они никогда не обучали животное навыкам поиска. Альму заводили для охраны дома, а остальные способности хозяев не интересовали. Тем не менее, собака сама смогла взять след и теперь уверенно шла по нему. Питомица стремительно наращивала темп. Люди сначала следовали за ней быстрым шагом, а потом побежали. Альма отрывалась все дальше, пока вовсе не исчезла между деревьев. Хозяева еще какое-то время бежали, но так и не смогли разглядеть собаку впереди. Они принялись звать Альму, но снова безуспешно. А потом женщина вспомнила последние слухи. Сосед в конце улицы два дня назад видел на опушке леса медведя. Дикий зверь в город не зашел, но подошел слишком близко. Лес резко перестал казаться уютным и гостеприимным. Люди поежились, с беспокойством оглянулись и отправились на поиски собаки молча. Они сильно боялись, что от их питомицы уже ничего не осталось. Однако вскоре неподалеку послышался скулеж. Звук явно принадлежал Альме. Это был не стон боли, а скорее призыв, чтобы люди обратили на нее внимание. Хозяева поспешили на скулеж и вскоре вышли на небольшую поляну. Посреди нее овчарка разрыла небольшую кучу прошлогодней листвы. Холмик явно кто-то сооружил не так давно. На земле было видно следы от того, как собирали листья в перемешку с хвоей и тонкими ветками, а потом накидывали на что-то в центре поляны. Животное старательно скребло лапой, отбрасывая прелые листья. Когда люди приблизились, они увидели в небольшом углублении картонную коробку из-под обуви. Мужчине это не понравилось, и он предложил убраться от этого места подальше на всякий случай. Но женщина поддела крышку коробки и ахнула. Внутри оказались четыре новорожденных слепых котенка. Они не пищали и не двигались. Люди подумали, что малыши погибли, однако Альма всунула в коробку в свой нос, потыкалась им в каждого зверька. И произошло чудо. Котята словно вышли из ступора, они слабо зашевелились, едва слышно попискивая. Собака тут же закрутилась у многих хозяев. Супруги осторожно подхватили коробку и направились к дому. В этот раз Альма шла рядом и безупречно выполняла все команды, которые решил проверить хозяин. Дома люди опустили коробку на пол перед окном, куда падали лучи заходящего солнца, чтобы крошки немного нагрелись. Супруги принялись обзванивать приюты и ветеринарные клиники в своем и соседних городах, чтобы пристроить новорожденных, однако раз за разом получали отказ. Один из ветеринаров объяснил, котята слишком маленькие, шансов на то, что они выживут, очень мало. Даже если вы будете по часам выкармливать их из пипетки, им нужно срочно искать кормящую кошку. Иначе гуманнее усыпить их, чтобы не мучились. Если решитесь на усыпление, мы вас ждем. Работаем круглосуточно. Супруги были категорически против усыпления, но и знакомых кормящих кошек у них не было. От тяжелых раздумий их отвлекла Альма. Собака подошла к коробке, ухватила котенка зубами и куда-то поволокла. В больших острых зубах овчарки маленькая невесомая тельца котенка выглядела инородным предметом. Казалось, одно неверное движение и зверька не станет. Напуганные люди бросились к коробке. Внутри остался только один малыш. За звонками и разговорами хозяева не заметили, как исчезли первые два котика. Они привыкли, что овчарка постоянно ходит где-то рядом и не обращали внимания на ее передвижение. Супруги тенью последовали за собакой и увидели удивительную картину. Овчарка принесла котенка в комнату к своим щенкам и аккуратно опустила на подушку. Малыш тут же прижался к пушистому боку ближайшего щенка в поисках тепла. Двое других котят обнаружились тут же. Альма быстро исчезла в коридоре и принесла четвертого найденыша. Затем собака сама опустилась на лежанку. Щенки тут же поспешили к маме, уткнулись в живот и занялись едой. Котята же остались на местах, не понимая, что происходит. Овчарка осторожно вылезала одного из малышей, а потом подпихнула его носом к соску. Котенок унюхал еду и с жадностью набросился на молоко. Альма повторила свои действия с остальными найденышами. Вскоре все дети счастливо пили молоко. Супруги выдохнули с облегчением. Никаких усыплений или поисков кошек не понадобилось. Собака приняла новорожденных, словно своих родных детей. Первые сутки хозяева постоянно проверяли котят. Они не знали, сколько малыши пролежали в коробке. Супруги боялись, что котята слишком ослабли, чтобы выжить. Но котята упрямо цеплялись когтями за этот мир. Овчарка со щенками их быстро отогрела, накормила и успокоила. Вскоре из комнаты доносился не только скулеж, но и громкое, уверенное мяуканье. А когда у всех малышей открылись глазки, стало весело и очень шумно. Следующие пару месяцев котята росли и крепли в приемной семье. Невольно малыши перенимали повадки Альмы, играли в щенячьи игры. Все котята быстро научились приносить мячики и боролись со щенками наравне. Звереныши быстро поняли, что уступают в размерах и силе, поэтому проявляли кошачью хитрость и ловкость. Часто устраивали засады. Напрыгивали на щенков неожиданно, тенью появлялись за тумбами, ножками табуреток и дверными косяками. В отличие от своих сводных братьев и сестер, котята часто царапались, а потом сами же вырезали чужие поврежденные носы. Когда пришла пора раздавать щенков, в мохнатом семействе началась паника. Щенки были давно расписаны между новыми хозяевами, однако животным это никто не объяснил. Люди сильно удивлялись боевым котам. Звери быстро разобрались, что незнакомцы уносят их названных братьев и сестер, поэтому нападали на любого, кто входил в двери дома. Хозяевам приходилось замыкать пушистиков в соседней комнате, но они все равно громко мяукали и царапали двери с другой стороны. Один из щенков ни в какую не хотел идти на руки к новым хозяевам. Выворачивался, убегал и все старался залезть в закрытую комнату котятам. Он настолько привязался к одному из малышей, что не хотел без него никуда идти. Людям пришлось достать закадычного друга из закрытой комнаты. Щенок тут же успокоился. В новый дом друзья поехали вместе. Еще двух котят забрали знакомые. Теперь уже щенки гавкали и бросались под ноги незнакомцам. Нелегкая неделя с шумом и драками закончилась удивительной тишиной. Пока хозяева договаривались о встрече с потенциальными хозяевами, пока прятали то котят, то щенков, они совершенно забыли про Альму. Тем временем собака очень тяжело переживала расставание со своими детьми. У нее и раньше были щенки, но никогда овчарку не накрывало такое сильное чувство потери. Альма не препятствовала раздаче своего потомства, она только наблюдала печальными глазами за своими детьми и тихонько поскуливала им вслед. Когда забрали последнего щенка, овчарка легла возле двери. Она проигнорировала полную миску, не посмотрела в сторону хозяина, который предлагал прогуляться на улице. Альма печально лежала на одном месте, глядя прямо перед собой. Никакие уговоры и обещания не могли ее расшевелить. И тут в коридоре появился рыжий котенок. Единственный, который остался из найденного помета. Его хотели отдать тете, хозяйке, но женщина не смогла сама приехать за животным, поэтому встречу перенесли на следующую неделю. Котенок потеряно оглядывался по сторонам. Он не понимал, куда делись остальные члены его семейства. Малыш испуганно замяукал. Он надеялся, что на звук выбегут или хотя бы отзовутся все щенки и котята, но дом оставался тихим. Зато на печальные звуки отреагировала Альма. Собака резко подняла голову, словно очнулась от сна. Она подскочила, подбежала к котенку и принялась его вылизывать. Рыжий сразу же успокоился. Потерся о лапы своей названной матери и громко замурчал. Хозяева переглянулись и решили не травмировать животных еще больше. В результате у супругов осталась Альма и один рыжий котенок. Тети нашли другого питомца. Кот всюду ходил за своей приемной мамой. Даже на прогулки в лес выбирался. Альма шла на поводке, а рядом лапа в лапу ее сопровождал рыжик. Животные часто спали рядом, свернувшись клубочком один вокруг другого. Хозяева пытались придумать ему имя, но зверь упорно игнорировал все варианты. Он не отзывался на Джека, Голди, Фокси и другие клички, которые хозяйка генерировала в большом количестве. Зато обращал внимание сразу на несколько слов кот «Рыжий, иди сюда». Супруги махнули на животное рукой. Так зверь и остался безымянным. Время шло, котенок превратился в крупного рыжего кота. Он установил свои порядки на улице и свободно разгуливал по соседским дворам, распугивая местных усатых жителей. Однако никогда не воровал и не пакостничал в чужих дворах. А стоило овчарке призывно гавкнуть, как рыжий вихрь и несся с другого конца улицы. Свою приемную маму зверь уважал и беспрекословно слушался. Альма еще дважды приводила щенков через год и через три после появления кота. Поначалу супруги переживали, что рыжий будет ревновать к новым щенкам. Но зверих удивил. Кот и не уходил за Альмой на последних сроках беременности. Именно он разбудил хозяев посреди ночи, когда собака начала рожать. Рыжий отнесся к пополнению в семье со всей ответственностью старшего брата. Кот часто нянчился с малышами, грел их, вылизывал, сидел рядом, пока овчарка выходила на прогулку. А когда щенки подросли и принялись скакать по дому, рыжий активно поддерживал все игры. Спали собаки с котом вперемешку. В эти разы Альма легче расставалась со щенками. Рядом всегда оставался приемный ребенок, о котором заботилась собака. После вторых родов хозяева сводили овчарку к ветеринару. Тот посоветовал стерилизовать ее из-за высокой угрозы гинекологических заболеваний. Больше щенков у собаки не было, но она не волновалась по этому поводу. Рядом всегда мурчал тот, для кого была важна ее забота. С годами Альма все больше сдавала. К старости у нее испортилось зрение. Появился артрит. Кот не бросил свою приемную маму. Он незаметной тенью всегда следовал за собакой, когда она выходила на улицу. Терся о лапы, направляя подслеповатую овчарку в нужном направлении. Шипел на всех животных, посмевших не так посмотреть или гавкнуть на Альму. Такая опека смешила хозяев. Как оказалось, зря люди веселились. Хотя рыжик был во много раз меньше и слабее добермана, он смог прогнать пса и защитить приемную маму. Пока хозяин с восторгом рассказывал вернувшейся из магазина супруги о подвиге кота, овчарка в благодарность старательно вылизала своего спасителя. Большой язык моментально намочил пушистую шерсть на голове животного. Рыжик морщился, но терпел. Позже, стоило Альме отвернуться, кот тут же принялся за умывание и быстро привел себя в порядок. Зверям тоже приятно, когда о них заботится мама, пусть даже неродная.